5.45.00. Эфир на канале ТВК продолжит программа «После новостей». Я передаю слово Ольге Тепляшиной. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Вика. Сегодня очень приятный эфир, потому что сегодня мы говорим об очень приятном событии для всех, я думаю, красноярцев. Напомню, в минувшую субботу в Минске проходил финал детского Евровидения 2010, и красноярские ребята стали серебряными призерами этого конкурса. Лиза Дрозд и Саша Лазин – сегодняшние гости программы «После новостей». Добрый вечер. Добрый вечер. Вначале краткая информация о героях нашей программы. Саша Лазин и Лиза Дрозд – воспитанники Красноярского музыкального центра «Волшебный микрофон». В финале самого престижного детского музыкального конкурса «Евровидение 2010» ребята исполнили песню «Боинг-гелл». В финале выступили победители национальных отборочных туров из 14 стран Европы. Дуэт из Красноярска получил 119 баллов. Всего на один балок обошел Владимир Арзуманян из Армении. В Минск вместе с ребятами ездила группа поддержки из Красноярска. Саша и Лиза дружат с детства. Оба – пятиклассники. Саша учится в 16-й гимназии, Лиза – в 9-м лицее. Я смотрю веселым взглядом, кто на все диеты слез. Ты по-прежнему, мы рядом. Боинг-гелл. Ребята, за эти два дня вам, наверное, задали множество вопросов. Не устали отвечать? Нет. Нам это даже нравится. У вас была пресс-конференция. Почувствовали себя звездами? Нет. Мы не звезды ни в коем случае не чувствуем. Но все равно, наверное, конкурс изменил как-то вашу жизнь? Естественно. Ну вот это достижение. Да, конечно. Начали некоторые люди узнавать. И так приятно. А что говорят? Ну, в основном даже не в этом наше главное достижение, изменение. Просто Евровидение – это очень масштабный, большой, серьезный конкурс. Один из самых популярных вообще в мире. И это огромная школа, огромный опыт, который запомнится нам на всю жизнь. Это просто бесценно. Мы будем в нем вспоминать. Победа в своем роде, ну, для, думаю, для красноярцев и для России это, в общем, можно расценивать как победу. Разница всего в одно очко. Но не было обидно? Не было слез? Нет, конечно, не было обидно. Но напряжение было большое, я думаю. Да, напряжение было большое, когда мы сидели и смотрели, и как, уже смотрели, вот первое место. И, конечно, Македония поставила один балл. Поэтому мы сразу поняли, что нас Армения обойдет. А вы подружились с ребятами? Да, конечно, со многими ребятами мы подружились из многих стран. Некоторые из них разговаривают по-русски. Но больше мы общались на английском. Хорошо говорите. Ну, стараемся, стараемся. У нас очень хорошие учителя. Ну что ж, а вот с победителем конкурса у вас какие отношения? Он очень хороший мальчик. Мы согласны с мнением Европы, с мнением жюри. Нам он очень понравился. Позитивный, очень хороший у него вокал, хорошее движение, хорошая песня. В общем, нам он очень понравился. Саша, что ты хотел сказать? Да, я тоже думаю, что он очень добрый, что он позитивный всегда на позитиве. И он очень общается хорошо, то есть он доброжелательный. Но было ощущение, что это соперник? Нет, такого не было. Но вы прогнозировали вообще, кто может спутать карты? Конечно же нет, потому что мы сразу знали и настраивали себя так, что, как я уже сказала, конкурс очень серьёзный, и что у всех шансы равные. Причём никакого соперничества не было абсолютно, а конкуренции вообще не чувствовалось. То есть мы были отличные друзья. Ну, это очень хорошо. Вы уже были в школе на уроках? Как ваши одноклассники, ваши друзья отреагировали? Да, нас очень хорошо встретили, и нам очень-очень приятно. Саша, говорят, внимание девочек было беспрецедентным в твоём классе. Это правда? Да. Очень приятно об этом вспоминать, потому что, когда я сегодня пришла в школу, была очень приятно удивлена. Меня встретили букетом цветов. То есть все за нас очень рады, все нас поздравляют, все учителя. Мы им передавали привет, когда были на Евровидении. В общем, очень приятно, что в наших школах хорошо оценили. Скажите, а вам не завидуют? Думали, есть же обратная сторона медали. Нет, ну, в принципе, нам не завидуют. Не чувствовали такое? По-разному люди реагируют. Да, люди реагируют по-разному. Но вот когда мы пришли в наши школы, когда наши друзья стали нас поздравлять, как бы всячески, вы молодцы, вы самые классные, то есть сразу приятно, и не чувствуется никакой зависти. Скажите, а кто готовился, кто шил вам костюмы, кто придумал вам образы? Потому что я видела у Саши такая прическа очень креативная. В жизни вы так не ходите? Нет. А почему? Ну, это все-таки концертная, да, это сценический образ. Но нам он очень подходит, я считаю. И хотим сказать большое спасибо команде второго канала, которая вот как раз это все делала. Наши стилисты, продюсеры, педагоги по вокалу. То есть им большое спасибо. С ума сойти, а говорите не звезды. Нет, ну, не чувствуется такого. Просто приятно, что взрослые люди нас подготавливали, потому что некоторые страны, они приехали сами по себе, то есть без подготовки какой-то отдельной. А нас именно подготавливали, и мы просто не могли подвести своих педагогов и красноярских, и московских, просто потому что с нами очень много репетировали. Нам пишут зрители, ну, в основном это поздравления. Ольга из Октябрьского района пишет, Саша и Лиза, вы просто молодцы, мы очень вами гордимся, желаем дальнейших побед. Ну, тоже пишут про звезды, как встречали одноклассники. И вот Светлана Александровна из Кировского района спрашивает, хотели ли бы вы стать в будущем певцами, или как-то с музыкой именно связать свою жизнь? Да, конечно, но вот я скажу, что лично я очень-очень-очень сильно хотел бы играть в театре, потому что я думаю, что мне это очень подходит, и без театра я не могу просто. То есть мне очень нравится играть. Есть опыт? Да, я играю два спектакля в театре юного зрителя. То есть мне очень нравится, и поэтому я не могу без этого жить, и поэтому мне очень такая страсть, и я поэтому очень хочу играть в театре. Я считаю, что это очень сложный вопрос. Конечно, когда мы были помладше, мы безумно хотели стать там актерами, певцами, телеведущими, но чем старше мы становишься, чем старше становишься, тем больше задумываешься об этом. У нас, конечно, еще будет время подумать. Я хочу связать свою жизнь с телевидением, так как у меня тетя, моя родственница, она также является корреспондентом действующим. Я беру с нее пример, мне тоже захотелось, я загорелась, и вела две красноярские телепрограммы. Конечно, очень жаль, что сейчас программа «Волшебный микрофон» «Она не идет на детском телевидении». Замечательная программа, вот мы с Сашей ее вели. Я думаю, что еще все может измениться, и все впереди, и сценический опыт, конечно, вам в этом очень поможет.